О стратегиях протестного голосования разные есть варианты. Кто-то предлагает в 12.00 прийти на участок, принять участие в этой акции «Полдень против Путина». Кто-то говорит, что нужно все бойкотировать, никуда не ходить. Кто-то призывает прийти на участок, как-то там испортить бюллетень. Как лучше поступить на ваш взгляд? На мой взгляд, конечно, очень важно и для нас, и для вас, а самое-то главное, для западных политиков и экспертов прийти и к 12.00 в полдень к участкам и хотя бы показать, сколько нас. Особенно это важно, собственно, почему? Потому что западные политики, западные эксперты, западные аналитики, они же, в общем, по большому счету, люди наивные. И они нам всегда говорят, да, выборы нелегитимны, они с большими нарушениями, но Путин легитимен. Потому что как ни крути за него большинство. Написано же в бюллетене, что проголосовало там 80% за Путина. И они в эту цифру почему-то верят. Нет, за Путина гораздо меньше, может быть, даже меньше половины россиян. Просто нужно показать каким-то образом, действительно, ну, всем, всем инвестиционным лицам, что за Путина меньше. Мы можем поставить где угодно галочки. Две галки поставить, как призывают многие. Задванково проголосовать, как призывает КАЦ. Испортить бюллетень. Забрать его с собой. Вообще никуда не ходить, неважно. Важно в полдень быть у участка и устроить очереди. Теперь, да, в этом избирательном цикле это не будет работать всегда. Это не работало раньше, наверняка не будет работать потом. Но в этом избирательном цикле получилось так, что свидетельством протеста стали очереди. Очереди за то, чтобы сдать подписи за Надеждана. Их видел весь мир. А где же были очереди за Путина подписи? Их не было. Их не было. И опять же все его видели. Что вот реальные очереди, реальный кандидат. А вот все остальное было нарисовано. Очереди на кладбище к Навальному. Эти очереди тоже очень важны. Их увидел мир, люди увидели друг друга. И это были очереди, да, надежды. И тут вдруг, да, когда не самое время для надежды, это похороны вдруг, она появилась. И сейчас тоже очереди в полдень к избирательным участкам могут стать таким вот символом сопротивления. Так уж вышло, да, что в этом избирательном цикле становятся протестами очереди. Давайте ее сделаем. Да, вы правы, что здесь важно, чтобы люди увидели друг друга. Потому что вот до этого, ну вот эти два года протесты, они были, ну, в большей мере такими одиночными. Одиночными. И только в этих очередях огромных, да, люди увидели друг друга. Такую еще информацию хотела с вами обсудить. Разведка Великобритании предположила, что уже этим летом российские власти начнут депортировать захваченных украинских территорий тех людей, которые так и не получили российские паспорта. И вот по задумке кремлевских властей это позволит сделать оккупацию необратимой. Как, по-вашему, Путин готовит такой шаг? Причем, знаете, что показательно, вот на этих псевдовыборах разрешено голосовать по украинскому паспорту. А затем, неужели они начнут вот такое переселение? Ну, вы знаете, конечно, до смешного, до смешного Путин косплеет Сталина. Просто до смешного. Еще и депортация народов, переселение народов, которые там вот не с теми сотрудничают. Чеченцы были обвинены в том, что они сотрудничают каким-то образом с Кавказа, да, с фашистами. Значит, украинцы, остающиеся на оккупированных территориях с паспортом, видимо, сотрудничают с украинскими нацистами, которых как-то мы до сих пор ни одного не видели. Но нам все рассказывают, что, конечно, они есть. Действительно, сейчас очень трудно на оккупированных территориях остаться украинцем, остаться человеком с украинским паспортом. Потому что пенсии стараются не выдавать, поступить куда-то выше учебного заведения невозможно, устроиться на работу с украинским паспортом практически невозможно. Даже получить лекарство невозможно в аптеке, если у тебя сохраняется украинский паспорт. Но, тем не менее, да, люди очень многие, очень многие настаивают на этом и сохраняют украинский паспорт. Ну и плюс ко всему, вы знаете, очень же многие жители Донецкой области, Луганской области, те, кто родились, собственно, в 2000-е, которым уже после 2014 года исполнилось 14 лет, 15-16 лет, они же не имели просто возможности никогда получить украинский паспорт, поэтому они могут иметь самое разное настроение, но просто у них не было возможности. Поэтому люди, сохранившие украинский паспорт, они, конечно, подвергаются давлению. И совершенно понятно, что раз они подвергаются такому давлению, вот такому давлению, и все равно настаивают на своем, значит, по логике российских спецслужб, это потенциальный партизан. А раз это потенциальный партизан, значит, надо их друг от друга разлепить, чтобы не было партизанского отряда, и переселять их вглубь России. Ну, логика вот такая, плюс ко всему, конечно, косплей от Иосифа Исарионовича. Ну и не только выселять украинцев из этих временно оккупированных территорий, но и заселять туда россиян собирается российская власть. Что происходит в Мариуполе, сколько там уже людей, абсолютно не имеющих никакого отношения ни к Украине, ни к... даже ни к югу России, да? То есть вообще бог знает кто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова